Как-то договориться наши два данных числа, а именно число n и число k, записать в виде одного. Я уже идею вам сказал. Давайте договоримся, что у нас не будет сейчас двух переменных, а будем писать так. 2 в степени n, вот n, это из этой программы n, умножить на 3 в степени k. Будем пользоваться таким языком. Вместо двух разных неотрицательных чисел, начальное данное будет такое. 2 в степени n умножить на 3 в степени k. Давайте договоримся, что получить мы должны из этого числа такое число. 2 в степени n умножить на 3 в степени k умножить на 5 в степени n плюс k. То есть у меня остается прежняя степень двойки, остается прежняя степень тройки. И при этом я должен получить 5 в степени n плюс k. Кстати, если бы я не хотел получить вот так, то достаточно было бы написать всего две дроби. Надеюсь, это вы понимаете. Если бы я написал 5 в тарифе, если бы я написал 5 в третьих, то вот такая простенькая программа из числа 2 в степени n умножить на 3 в степени k делает число 5 в степени n плюс k. Надеюсь, это все понимают, да? Умножая на 5 в степени, значит, двойка исчезает, пятерка без нее получается. А вот наша программа должна сделать другую штуку. Она должна сделать, чтобы 2 в степени n осталось, 3 в степени k осталось, и появилось бы 5 в степени n плюс k. Давайте я объясню, как на самом деле совсем не трудно это, что называется, переписать. Давайте договоримся, что буквы a и v будем записывать следующим образом. В любой момент времени у нас будет 2 в степени n, у нас будет 3 в степени k, будет, смотрите, 5 в степени n плюс k, будет еще 7 в степени a, и какое там следующее простое число? 11 в степени b. Скажите, у нас есть какие-нибудь еще переменные в программе? Вообще-то нет, правда? Нет. Значит, ничего другого на самом деле нам не понадобится. Отлично. Отлично. Ничего другого нам не понадобится. Теперь надо разбираться, а что такое метки? Как заставить нашу программу, что называется, идти по меткам? Да, что? А было, что метки это не промежуточное действие, которое может промежуточное действие, а не я желаю... Это отлично, что промежуточное действие, но у нас ведь здесь никаких меток нет. У нас нет никакого способа сказать, что ты вот на эту дробь умножай, а не на эту. Помните, было правило. Мы умножаем подряд на эти дроби и смотрим, получилось целое число или нет. Как только получилось где-то целое число, мы считаем, что вот эта операция сделана и подписываю. Помните, я это делал в самом начале? А давайте мы вместо меток тоже напишем простые числа. Единственное, все-таки здесь целых 11 строчек, поэтому давайте я чуть-чуть перепишу эту программу, чтобы сэкономить на количество дроби. Как я сказал, когда мы прибавляли единицу и прибавляли единицу, на самом деле можно было сделать следующее. Можно было вот здесь стереть и считать следующее, что мы должны к величине S прибавить единицу, к величине A прибавить единицу и после этого должны идти на один. Это понятно? Это понятно, отлично. То же самое. Я в этом месте сэкономлю одну метку, написал здесь вот так вот аппетит. И, пожалуй, все. На этом экономия закончится. Теперь, я вспоминаю, как устроен ряд простых чисел. Значит, у меня уже использованы дворик, троих, пятерых, семерых, одиннадцать. Какое там следующее простое число? Тринадцать. На самом деле, там есть число тринадцать. Вот давайте-ка я здесь вместо метки четыре напишу то самое тринадцать. Согласитесь, что в программе ничего не изменилось, потому что, как помните, метки могли быть любыми натуральными числами. Где-нибудь у меня еще была метка четыре? Да. Да. Я ее сейчас тоже обязан заменить на это самое тринадцать. Господа, пожалуйста, проверяйте. Как у нас? Четверка осталась где-нибудь метка? Нет. Не осталось, правда? Да. Правда. Отлично. Ну что, давайте еще какой-нибудь метку. А, кстати, почему я приедену тут? После тринадцати. Какое следующее простое число? Семнадцать. Значит, я стираю здесь единицу и пишу семнадцать. Пишу здесь. Пишу здесь семнадцать. Что? Единички еще где-нибудь была метка? Не было. Бойка. Это теперь будет девятнадцать. Здесь будет девятнадцать. Теперь, мне до сейчас должен взять простое число, которое больше, чем девятнадцать. Что это простое число? Двадцать три. Двадцать три. Я должен сюда написать двадцать три. Я должен сюда написать двадцать три. И смотреть, где-нибудь еще пятерки. Нет? Нет. Нет. Отлично. Дальше. После двадцати трех. Какое следующее простое число? Двадцать девять. Двадцать девять. Значит, я напишу здесь двадцать девять. И там, где еще семерка напишу двадцать девять. Так, еще где-нибудь есть семерка? Есть. Вот здесь. Вот здесь. Еще голду двадцать девять. Так, еще семерки есть? Нет. Нет семерки. Отлично. Есть на тринадцатом. Как calidad? Здесь? Удвадцать девять. Ну, двадцать девять я уже написал. Я уже написал двадцать девять. Нет, отлично. Теперь следующее. Это состав чуть-чуть. Вместо восьмерки я пишу тридцать один. Хорошо? Вместо восьмерки я пишу тридцать один. Здесь я пишу кругу тридцать один. Так. Хорошо? Просто я бы сказал, замечательно. Еще восьмерку к ним есть? Нет. Нет, хорошо. Теперь девятка. Я ее заменял? Нет. На 37, да. Вот оно число 37. Вот оно число 37. Вот 29. И вот здесь, да? Да. И здесь 37. Так, еще что-нибудь есть? Нет. Нет. Ну, на самом деле, есть. По 10. Потому что у меня еще 10. Да. Или как? Вместо 10 надо написать 41, правда? Вместо 10 надо написать 41. Вот сюда надо написать 41. Отлично. И теперь вместо 11. Сейчас. 11, я пусть там уже использовала. Поэтому вместо 11 надо написать 43. Здесь надо написать 43. Ребята, это техническая работа, но она была абсолютно необходима для того, чтобы с теми простыми чистыми развязаться. И чтобы здесь оказались только простые числа. А вот теперь наступает очень простой момент. Вы должны понять, что значит, что вы переходите на строчку с таким-то номером. Вот как написать в терминах наших грабей ГОУ-ДУ-19? И вот в каком случае будет исполняться именно 19-я строка? Делить на единицу занятие глубоко бессмысленно. 29, 31. Это будет... Слышите, что он сказал? 29, 31. Вот это неправильно. Потому что n плюс плюс. Вспоминайте, что такое n. Надо еще добавить единицу к числу n. 2 на 29 делить на 31. Надо 2 умножить на 29 и разделить на 31. И разделить на 31. Ну что, вообще-то мне нравится эта идея. И давайте я запишу эту тропь и зачеркну там. Итак, 2 умножаем на 29 и делим на 31. Так, чтобы было видно, что мы уже записали, зачеркнули. Хорошо. Что такое 41-я строчка? k плюс плюс. Что такое k? Помните? 3 на 37 делить на 41. k это вот здесь, да? Это показатель степени утройки. Значит, надо писать. 3 умножить на 37 разделить на 41. Отлично. Мы эту строчку тоже обработали. Она понятная, все замечательно. Господа, дальше тоже очень простая строчка. s плюс плюс, а плюс плюс, голу плюс 17. Это что такое? s плюс плюс. Где у нас там s? s это степень пятерки. Значит, надо взять 5. Дальше. Что такое а плюс плюс? Это 7. А, это где? Это 7. Так, дальше что? Умножить на 17. Голу плюс 17. Значит, надо умножить на 17 и разделить на 19. Слушайте, вообще хорошо. 19-ю строчку тоже естественным образом ее записали. Так, давайте также запишем 23. s и b. Так, что такое s? Это степень пятерки. b это показатель степени числа 11. и еще, значит, надо умножить на 13 и разделить на 23. Так, отлично. Это мы тоже записали. Для 13-й строки. Да. 1 треть умножить на 23 делить на 13. Это первая дробь. Стоп, 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 стоп. Давайте так и запишем. Умножаем на 23, делим на 13 и еще делим на тройку. Потому что k это показатель степени у тройки. Я согласен, это хорошая идея. А еще надо добавить дробь 29-13. А еще надо добавить дробь. Какую дробь? 29-13. 29-13. Господа, и вот в этот момент важно, что при выполнении программы мы дроби перечисляем слева направо. Понимаете, да? То есть мы движемся, начиная с левого края. То есть, когда мы доходим до этого, мы это делаем, если делилось на 13 и на 13. А если делилось только на 13, а не на 13, то мы будем делать эту операцию. Отлично. Значит, 13-ю строку я тоже записал. Осталось буквально чуть-чуть. 29-ю строку, я думаю, мы сейчас очень легко так же запишем. Я хочу написать до конца, чтобы вы просто увидели реально одну программу. 29-я строка, это что такое? Это надо... 31 делить на... ...двадцать девять умножить на 7. ...двадцать девять и на 7. А вот else пишется так. Надо умножить на 37 и разделить на 29. Отлично. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Вот это, 37-я строка. Значит, надо умножить на 41, разделить на 37 и в уменьшаем. И на 1. И else. 43, 37-ых. 43, 37-ых. Отлично. Теперь давайте пойдем сюда. Что у нас будет здесь? 17-я строка. Умножаем на 19. Делим на что? На 17. n-минус-минус. Это значит, что еще на 2 надо будет. Да? И еще. Если так не получилось, то просто умножаем на 13 и делим на 17. Ну, что я могу сказать? На самом деле, никакая проблема есть. Проблема состоит в том, что вообще-то у нас в начале число, с которым мы работаем, не делилось ни на 17, ни на 31. И поэтому, к сожалению, у нас не сработает вообще ни одна из родителей. Понимаете, как вы? Можно сказать, что старт умножает на 17. Можно сказать, что старт умножает на 17. И если это самое число 17, вы напишите вот сюда, то тогда у вас просто число будет каждый раз умножаться на 17. Но это свести в бесконечность. Ничего хорошего. Нет, есть такая идея. Давайте напишем в самый конец число 17. Сначала мы пройдем все эти дроби, увидим число 17, умножим на него, потом пойдем в начало. Так? Так или не так? Ну, похоже, что так. Эта программа вообще никогда не остановится. Потому что наличие натурального числа в программе означает, что всегда удастся сделать операцию. И, соответственно, ну как, ну как это будет? Ну, после него поставить одну 17. Да, когда до него будет выходить, мы уже будем умножать. Но если сказать, что если зациклиться, то... Нет, не бывает сказать, что если зациклиться. Мы обещали написать программу на языке дроби. Сейчас смешная ситуация. Мы на самом деле фактически все сделаем. Единственное, нам нужно как-то объяснить этой туре, что она должна начать вот в этом месте. начать с метки 17. Как это делать? Да. Не слышу. Может быть, стоп... Да, кстати, стоп мы тоже не написали. Нам нужно, чтобы в какой-то момент вот это вот число 43, да? Вот, нет, в принципе, здесь у нас 43 где-то... Возникало или не возникало? Возникало. Возникало, в 43, да? 43 возникало. Вот нам надо, чтобы... Когда мы идем на 43, то там был бы стоп. Как это написать? Вообще, что-то вы стоп. Вы хотите, чтобы здесь просто... Действительно была бы... Была бы такая дробь, как одна 43, да? Да, здесь здесь? Ну, это разумно. Это разумно. Действительно, просто напишем такую команду вместо стопа, которая просто эту самую сорт-трешку стирает. И действительно, тогда уже идти некуда. Замечательно. Но проблема с тем, как начать вот ровно в этой строке. Теперь уже проблема стопа решена. Проблема начала. Надо один раз домножить на 17 и чтобы больше не домножало. Да. На самом деле, нужно один раз домножить на 17 и больше не домножать. А нельзя на какой-то взять сразу число? 2 в степени N на 3 в степени K умножить на 17. Да, ребята, давайте так и сделаем. Я боюсь, что более элегантного вида я не могу сейчас придумать. Действительно, давайте договоримся. Я вот здесь сказал, что начальный вид, это должно быть число 2 в степени N умножить на отличный ремень K. Боюсь, что все-таки придется нам изменить. Давайте еще добавим число 17, потому что иначе я не понимаю, просто как ее заставить начинать ровно с данной метки. Теперь, ну давайте, пусть она останавливается, например, таким способом. Наверное, тогда вот, собственно, программа, которая написана, она и является программой. Сравните то, что написано в центре доски, с тем, что написано справа. Посмотрите, все ли строчки я перевел. Вот эту самую 43 стоп, я записал так, 1,43. И посмотрите, действительно ли наша программа, собственно говоря, делает то, что надо. Так, 17,19, вот это, как получилось в том месте, когда мы работали с этими двумя, S++, A++. У нас была такая строчка, вот она была, вот они, 17,19. Так, господа, теперь давайте поговорим немножко, немножко философствуем, потому что я боюсь, что у нас в течение времени, иначе может не получиться. Мы так писать программу недолго. Давайте немножко философствуем. Что вообще нужно для того, чтобы писать программу? Ну, компьютер не обязательно. Вообще программировать можно на чем угодно. Например, можно программировать на ДНК. Вы прекрасно знаете, что у каждого живого существа есть некая наследственная информация, ЭРНК или ДНК, и совершенно великолепно, там, внутри клетки происходят процессы, которые вполне компьютерные, да? Никакого компьютера там нет, а вот исполнение программы там происходит. Информация, которая записана на совершенно невидимую глазу в молекуле, вдруг разворачивается в слона, в жирафа, в человека, в белку и так далее, и так далее. И разворачивается по некой программе. Нет, компьютер – это один из способов, да? На самом деле нужно, чтобы у вас, чтобы у вас были какие-то данные, чтобы у вас были операции с этими данными. Вот давайте поймем, складывать мы научились. Понимаете ли вы, что на самом деле вы можете сравнивать числа? Вот если у вас есть два числа, то вы можете запросто делать так. Вычитать из одного и из другого по единичке и смотреть. Если в какой-то момент оба стали равны млю, значит, были равны. Если они пришли к тому, что одно из них больше нуля, а другое стало нулем, значит, вот то, которое больше, оно было больше нуля, оно и было раньше больше. И так далее. То есть нашими средствами сравнивать числа можно. Согласны? Есть такая штука, как массив. Когда вы работаете, пишете какую-то программу, часто бывает необходимо сказать, рассмотрим там числовую таблицу, да? Ну, понятно, что любую числовую таблицу, по сути, может быть, как строчку. Так что на самом деле важно научиться писать строчку числа. На самом деле это некая костая на этом ситуация. Потому что, смотрите, ведь у вас переменных конечное число. А когда вы забудете массив, то его элементов может быть произвольным, а может быть очень большим. А в вашей программе конечное число строчное. Как эту проблему решить? Ну, на самом деле, один из простых способов такой, воспользуемся вот этой идеей с простыми числами. То есть, смотрите, когда вы заказываете массив длины, я не знаю, там, 259 элементов, то это значит, надо взять 259 простых чисел, и, соответственно, это будут, там, эти простые числа в соответствующей степени. Конечно, тут еще вопрос, а как написать программу, которая, там, ищет такое-то, по-моему, простое число? Ну, вообще для этого есть решительная эртосфена. Значит, идем, берем очередное число, делим его на все предыдущие, кроме единицы. Если когда-нибудь поделилось, значит, непростое. То есть, ребята, если бы я все это рассказывал действительно строго, то у меня, конечно, сейчас было бы очень много возни с тем, как конкретно писать эти программы. Но, если вы все-таки подумаете, то вы поймете, что это именно возня. Это так же, как программисты. Знаете, одна из таких, вот, с одной стороны, скучных, а с другой стороны, абсолютно необходимых работ программиста состоит в том, чтобы перекодировать информацию из одного вида в другой. Ну, то есть, у вас есть, не знаю, там, какая-нибудь там картинка в одном формате, а надо ее записать в другом. У вас есть какая-то программа, а надо из нее сделать исполняемый код и так далее. И эта работа, на самом деле, одна и та же для всех таких случаев. Надо не торопясь, что называется, реализовывать, 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 и на самом деле у вас, в общем, более-менее все получится. Я не буду сейчас тратить на это время. Ну, так это то, что, строго говоря, мы просто не успеем. А, во-вторых, это достаточно скучно, и это надо, что называется, самому. Лучше проиграться с такими вещами. Я советую вам в качестве упражнения сделать следующее. Написать программу, которая перемножает чисто. Это несложно, но вы, что называется, многое поймете, да? Другая программа, которую советую, это деление состава. То есть, вот есть два числа А и Б, надо, чтобы поработало, и в конце концов дало бы остаток от деления А на В и неполное частное. Если вы напишите эти две программы, то переходим к следующей, на самом деле, очень важной части сегодняшнего рассказа. Я сейчас объясню, почему же невозможно, разглядывая... Вот, с этим все понятно. Умножайте, складывая числа. Вот это складывает числа. А в общем случае, почему невозможно, разглядывая вот эти числа, понять, закончит эта программа работу или не закончит. Заметьте, пожалуйста, поскольку я сказал, что уже верю, что любую программу можно реализовать на этом языке, то я сейчас имею право забыть про этот язык и начать говорить уже про любой достаточно удобный язык программирования. И это совсем другая часть сегодняшней работы. Мы с вами сейчас покажем очень важную в математической логике и в компьютерной науке диалет о неразрешимости проблем остановки. Спасибо.